Раньше климат Марса был теплым и влажным, в чем-то он напоминал земной. Однако через некоторое время вся вода с Красной планеты испарилась в космос, и этот процесс продолжается. Согласно общепринятой теории, вода сперва распадалась на молекулы водорода, а уже потом эти молекулы улетучивались в космос. В прошлом мало кто считал, что вода в принципе может существовать в верхних слоях атмосферы Марса. Наши расчеты показывают, что за последний миллиард лет эта часть воздушной оболочки планеты потеряла столько воды, сколько хватило бы на то, чтобы покрыть ее поверхность океаном толщиной в 44 сантиметра. Еще 17 сантиметров восточной долготы Марс потерял из-за полевых буй. Текст исследования на основе данных с орбитального зонда MAVN, Марс атмосфер энд волатил и Вулашин, ученые выдвинули новую гипотезу, почему Марс в один момент стал безжизненным. Анализируя информацию со станции, авторы статьи поняли, что молекулы воды каким-то образом проскальзывают через защитный атмосферный барьер намного легче, чем считалось ранее. Они предположили, что где-то на высоте в 50-60 километров и выше, где находится так называемая гигропауза, джигропоз, этот барьер защищает земную воду, удерживая ее в облаках и не давая водороду сбежать в космос. Ученые с помощью приборов зонда MAVN выяснили, где находится гигропауза и типичное количество воды по обе ее стороны. Оказалось, что она вовсе не была непроницаема для паров воды. Соответственно, жидкость в верхних слоях атмосферы Марса находится на протяжении всего года. В верхних слоях атмосферы ее концентрация резко возрастала летом в южном полушарии Марса и во время мощных полевых буй. На основе этого был сделан вывод, что вода с Марса попадает в космос напрямую. Она поднимается в верхние слои его атмосферы, где начинает взаимодействовать с космическими лучами и солнечным ветром. Следующим шагом на пути изучения планеты будет работа по поиску точного или примеронного временного периода, когда этот процесс начался.